А вы в курсе, что с начала года 33 тысячи жителей Краснодарского края нашли работу? Здравствуйте, это программа «В курсе», я Татьяна Говоркова. Здесь мы обсуждаем темы, которые так или иначе касаются интересов каждого жителя Краснодарского края. Сегодня жителям региона предлагают больше 56 тысяч вакансий. Многие работодатели ищут специалистов на постоянную работу. И я напомню, что с января в крае уже трудоустроились 33 тысячи человек. Это почти на 5% выше показателя мая прошлого года. Такие цифры были бы значительно меньше, если бы не работа службы занятости. Как удалось достичь таких результатов, рассказал начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов. Конечно, без вакантных рабочих мест устроиться трудно, поэтому мы выстраиваем свою политику на тесный контакт с работодателем формирования банковакансий. Сегодня у нас порядка 100 тысяч работодателей взаимодействуют с нами в электронном виде. В основном, конечно, это рабочие профессии, специальности. Стабильное строительство, транспортные услуги, здравоохранение, образование, врачи и педагоги требуется. 33 тысячи человек нашли работу. Практически 70% из них устроились в течение первых 10 дней. А вот последующие, те, кто невозможно трудоустроиться по той причине, что отсутствовали вакантные рабочие места, тогда мы включались, предлагали другие возможности трудоустройства. Это и общественная работа, временная работа с выплатой материальной поддержки за счет средств краевого бюджета. Это и возможность профессионального обучения. За 4 месяца практически 2500 людей пошли на профобучение. Порядка 1500 уже закончили его и трудоустроились. Это возможность открытия собственного дела. Это наши ярмарки, вакансии. Вот исходя из этого комплекса, средний период поиска работы безработного гражданина составляет порядка 3 месяцев. Прежде всего, человек приходит в службу занятости, если предоставил все необходимые документы. Подключается специалист-профориентатор. Он проходит тестирование. И комплекс услуг сразу тому или иному человеку предлагается в том виде, который более подходит для его скорейшего трудоустройства. Это называется профилированием безработных граждан. От количества трудоустроенных зависит и сумма поступивших ко сну налогов. С начала этого года мобилизовано около 19 миллионов рублей. Однако это несколько ниже запланированных показателей. По данным управления Федеральной налоговой службы, 40% работодателей выдают зарплату работникам ниже минимального размера оплаты труда. Кроме того, по краевой казне бьет зарплата в конвертах. Бюджет недополучает налоги, а это те деньги, которые могли бы пойти на благоустройство городов и строительство социальной инфраструктуры. О том, что с такими руководителями разговор будет жесткий и играть с огнем не стоит, шла речь на планерном заседании с участием губернатора Краснодарского края. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы получите услуги в рамках муниципального государственного заказа, то, наверное, ты должен быть добросовестным налогооплательщиком. Мы сегодня пытаемся вести диалог с теми, кто выплачивает зарплату ниже МРОД. Коллеги, я уверен, больше половины из тех в количественном составе предприятий, они, наверное, это принимают за нашу слабость. Ну, разговаривайте и разговаривайте. Может быть, когда мы начнем действовать более активно, они будут говорить, что это не рыночно абсолютно, но они ведь первыми начали действовать не рыночно, потому что они нарушают принципы конкуренции. Если они серую платят зарплату, если, естественно, это влияет, в том числе, и на себестоимость их продукции, услуг и тому подобное. Мы просто всех приводим к одному знаменателю, и для всех даем одинаковые возможности, и конкурентную среду мы тоже делаем для всех одинаковую. Мы должны просто, наверное, составить черный список таких предприятий и разлать всем – министерствам, департаментам, банкам. И все, кто в этот список попал, полностью 100% лишаются любой господдержки, в любой отрасли экономики. А если те, кто в эти списки попал, вдруг получат господдержку, либо преференции, неважно, на каком уровне – муниципальном, краевом, тогда уже этот вопрос к вам будет. Почему? Почему? Особые отношения, что ли? А знаете, может, поэтому они и не платят что-то, либо платят черную, только потому, что особые отношения с кем-то. Слишком хорошая крыша, знаете, как в народе говорят? Слишком хорошая крыша. Она тоже имеет способность протечь. Поэтому давайте не будем играть с огнем, не будем играть с огнем, и максимально жестко подойдем к тем, кто платит серую, тихий, спокойный, но результативный алгоритм. Теми, кто не хочет выходить из тени, активно займутся краевые инспекции. Вениамин Кондратьев поручил организовать вневедомственную работу по борьбе с неформальной занятостью и легализацией трудовых отношений с работниками. Ну а что делать тем, кто потерял работу или долго не может ее найти? Специалисты Минтруда и соцразвития Краснодарского края предлагают соискателям услугу по социальной адаптации. Занятия проводятся индивидуально или группами. Людей учат, как правильно искать работу, как вести себя с работодателем и презентовать свои возможности. Есть и услуга психолога. К ней прибегают в основном те, кто ищет работу очень долго или только потерял ее. В качестве варианта в службах занятости предлагают самозанятость или переобучение. Нужные направления подбирают путем тестирования. Эти услуги бесплатны. Подробнее о работе Сочинского центра занятости рассказала его руководитель Анна Примакова. Всем нашим безработным гражданам предлагается такая услуга, как психподдержка и социальная адаптация. Одним из условий данного мероприятия является то, что гражданин должен быть признан безработным. На что нацелены данные услуги? Для того, чтобы нашему безработному быстрее найти работу, адаптироваться на рынке труда, как-то вести себя более раскрепощеннее, чтобы люди находились в себя и не терялись при собеседовании. И, как говорится, людей не боялись. На это и нацелены наши программы. А как это все проводится? Это какие-то тестирования или что это? Проводятся и тестирования, и различного вида консультации. То есть с каждым гражданином нашим безработным работают психологи. У нас есть целый отдел нацелен на психологическую помощь нашим безработным гражданам. А вот что касается трудоустройства молодых мам или пенсионеров, тоже помогаете им? В рамках краевой программы «Содействие занятости населения» мы наших мамочек, наших пенсионеров обучаем или переобучаем. Если мамочке необходимо выйти из декрета, соответственно, человек, когда сидит три года в декрете, она теряет какие-то навыки. Наше законодательство бесконечно меняется, да, и на помощь приходим мы. Мы, конечно же, направляем наших мамочек на программу, необходимую для конкретной мамы повысить квалификацию. А по пенсионерам, конечно же, наши пенсионеры, вы знаете, что сейчас очень желают работать, и мы им помогаем также себя найти. Мы их обучаем, после этого они выходят на работу. Вот как часто у вас проводится такое обучение в Сочи? Много ли желающих? Желающих много. Обучение мы проводим в течение всего года, вот, поэтому каждый желающий может обратиться к нам. А по поводу трудоустройства инвалидов? Трудоустройство инвалидов – это одно из значимых мероприятий. Мы нацелены на трудоустройство наших инвалидов. Мы все знаем, как им тяжело порой, да, трудоустроиться, и как работодатели боятся их брать на работу. Мы наших инвалидов принимаем, смотрим их карту реабилитации или абилитации, да, что прописано. Если необходимо нашему инвалиду обучиться, мы его обучаем для того, чтобы он быстрее нашел работу. Если же обучение не необходимо, да, то, конечно же, мы им ищем работу в соответствии с картой реабилитации. Помимо этого мы проводим групповые консультации с нашими инвалидами, приглашаем различные соцсферы, да, это и социальная политика, и медико-социальная экспертиза, и пенсионный фонд, и трудовая инспекция. То есть мы ежемесячно проводим такие вот групповые консультации, оказываем. Помимо этого мы проводим специализированные ярмарки, вакансии, да, конкретно касаемо для трудоустройства инвалидов. Также не стоит забывать, что есть постановление главы города по квотированию рабочих мест. То есть каждый работодатель, ну, в этом постановлении каждому работодателю определяется квота, да. На сегодняшний день у нас 870 вакансий для инвалидов, поэтому нашему инвалиду мы помогаем. А в целом сейчас по городу какое количество вакансий? К нам на сегодняшний день обратилось порядка 1700 человек, из них 700 состоят на учете в качестве безработного. Ну, приблизительно где-то 0,3% напряженность у нас. Вот вакансии у нас на одного человека приходится порядка 4 вакансии. Это в основном какие отрасли? Различные отрасли, но, конечно же, не стоит забывать, что в нашем городе в основном, да, реализуется такая отрасль, как санаторная, да, вот, и медицинский персонал очень востребованный, администраторы востребованы. Я отмечу, что в Краснодарском крае регулярно проходят ярмарки вакансии. Это шанс работодателю и соискателю не тратить время и познакомиться лично. Узнать все нюансы и тут же договориться о найме. Ярмарок вакансий много есть, что называется для всех, а есть и тематические для женщин, для мужчин, а в преддверии лета традиционно проходит и для подростков. По традиции каждый год мы проводим в рамках акции «Краевой ты нужен Кубани» ярмарки вакансий по нашей территории, по городу Сочи в различных районах. Это и в Адлерском, и в Лазаревском, и у нас в Центральном районе. Ярмарка нацелена на трудоустройство несовершеннолетних в летний период. Сегодня на ярмарке у нас присутствует 10 работодателей. В основном это санаторно-курортная отрасль. Наши работодатели предлагают несовершеннолетним в основном вакансии, связанные с санаториями. Это и помощник зеленого хозяйства, и помощники рабочих, подсобных рабочих, помощники секретарей, также у нас есть вакансии, помощники администраторов, культорганизаторы, различный спектр. В этом году материальная поддержка для несовершеннолетних граждан составляет 2250. Это за фактически отработанный полный месяц. Помимо нашей поддержки, несовершеннолетние получают заработную плату. С 14 лет уже несовершеннолетний, имея на руках паспорт, может обратиться в Центр занятости населения за предоставлением временного трудоустройства. Наши несовершеннолетние, помимо зарплаты работодателя, получают еще и поддержку от нас в этом году в размере 2250. Если несовершеннолетний работает полный месяц, конечно же, зависит от организации, где он будет работать, от количества времени. Но в среднем подросток получит 1015. Сегодня Центр занятости заключил с работодателями 124 договора. Предприятия готовы предоставить более тысячи рабочих мест для несовершеннолетних. В прошлом году в Сочи летом были трудоустроены более 1800 подростков. И вот что они сами говорят о работе. Летом, чтобы не проводить свое время пустую, лучше поработать, я не знаю, для себя. Денежки лишним не бывают. Собираемся летом работать. А чем? Ну, чтобы получать деньги, соответственно. Нужны командные деньги, какой-то стаж определяется. Ну, чтобы какой-то опыт получить. Заработать хочется, чтобы у родителей меньше просить, ну и как-то опыта набраться. И отмечу, что вопрос трудоустройства молодежи Центром занятости решается совместно с представителями городских предприятий. Предлагаю посмотреть сюжет. Возможность доработать в Сочи есть всегда. Подтвердили это и работодатели. Для этого необходимо быть эффективным работником. Но и этому ребят готовы обучить в городских организациях. Об условиях работы и вакансиях рассказали представители местных отелей, банков. Трудоустроить молодых специалистов готова и служба судебных приставов. И 4-я горбольница. Свои предложения озвучил на встрече и водоканал. Это на данный момент очень актуально, так как многие студенты не знают, куда устроиться. А сейчас это мероприятие дает огромные возможности для наших всех студентов города найти себе какой-то заработок. Может быть они увидят себя в этой сфере и в дальнейшем вообще отучатся на каких-то высших учреждениях, на такие профессии, на которые им сегодня предложат. Важно, чтобы молодые специалисты имели возможность построить карьеру именно в родном городе. Работодателям рекомендуют предложение о вакансиях в первую очередь озвучивать выпускникам сочинских вузов. Для этого необходимо чаще встречаться. В Сочи тысячи рабочих мест, но зачастую они заняты иногородними, за счет которых население города за последние пять лет увеличилось на 200 тысяч человек. Курорт привлекает жителей всей страны. В Сочи создан Центр трудоустройства молодежи «Цитрус». Он совершенно бесплатно помогает студентам и школьникам найти свою первую работу. База данных, благодаря соглашениям с городскими предприятиями, постоянно пополняется новыми вакансиями. Организация решает сразу две задачи. Трудоустраивает молодежь и обеспечивает бизнес перспективными кадрами. Отмечу, что в крае уровень регистрируемой безработицы в этом году составил 0,3%. То есть практически каждый желающий может найти работу. Для этого как раз и разработана краевая целевая программа содействия занятости населения. Ну и не только в вопросе трудоустройства Краснодарский край в числе лидеров. В этом году Кубань в четвертый раз признана лучшим регионом страны в области охраны труда. В шести номинациях конкурса «Успех и безопасность-2018» от Краснодарского края участвовали более 6 тысяч предприятий, что на одну тысячу больше, чем в прошлом году. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал эти итоги, выступая на Всероссийской неделе охраны труда. По словам главы региона, такие показатели достигнуты благодаря «эффективному взаимодействию работодателей с профсоюзами, а также надзорных органов и муниципалитетов». Процитирую. «Задача властей – не просто создавать новые рабочие места, но и делать труд людей прежде всего безопасным». Губернатор также отметил, что на Кубани за пять лет число травм на производстве уменьшилось почти на 21%. Случаев травматизма со смертельным исходом стало на 40% меньше. Увеличилось количество предприятий, на которых вопросам охраны труда уделяют повышенное внимание. Ну это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. С вами была Татьяна Говоркова. Смотрите программу «В курсе» и будьте в курсе всего, чем живет Краснодарский край. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова